В Чебоксарах прошли детские образовательные чтения. Особое внимание на них уделяется личности святителя Гурия Казанского, духовного основателя города, рассказывают наши коллеги из Чувашской митрополии. 465 лет назад святитель Гурия с соратниками Германом и Варсонофием направлялся в Казань, во вновь созданную епархию. По пути к месту своего служения они осветили место строительства будущего храма и города-крепости Чебоксары. Этот факт дает чебоксарцам основание гордиться тем, что их город единственный в России, основанный тремя святыми. Свято-Труицкий мужской монастырь хранит память святителей Казанских. Памятник архиепископу Гурию установлен здесь пять лет назад. К нему пришли поклониться участники четвертых межрегиональных образовательных чтений юных миссионеров. Чебоксары, Чебоксары, город светлый и родной. Рассветитель, радогорий, нас всехвальный и святой. Гимн трем святителям, который исполняет мужской состав капеллы «Классика», написан специально к межрегиональным святогорьевским чтениям. Они проводятся в Чувашской митрополии ежегодно и собирают богословов, ученых и историков. Для детей проводится своя секция – юные миссионеры. Название не случайно. Широко известно, какую обширную просветительскую деятельность вел архиепископ Гурий, просвещая народы Поволжья. Организаторы верят, что из аудитории детских чтений выйдут продолжатели святителя – будущие миссионеры. Конференция проходит в Центре подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия Казанского. Меня заинтересовал памятник. Я увидела его около мужского монастыря на заливе. И мне очень захотелось узнать, что случилось с ним, историю его узнать, почему он прославился в Эчбоксарах. Он же казанский святой. В детских сессиях наших, посвященных святителю Гурию, как раз детки и занимаются такой работой о том, чтобы и самим узнать, чтобы к этой работе в процессе подключились родители этих деток, чтобы таким образом вся семья узнала о духовном основателе нашего города. Темы докладов посвящены не только святителю Гурию. Подвижники благочестия, страдальцы за веру, святые, православная история края – все это интересно юным миссионерам. Гимназист Матвей Автаев рассказывает о храме, в котором крестили еще его родителей. На цвет главного колокола было собрано более полутора тонн железа, имеется 16 килограмм серебра и золота. Этот колокол и сейчас радует прихожан воскресные и праздничные дни. Завершает чтение молитва. Ее совершают в домовом храме трех святителей – Гурия, Германа и Варсонофия Казанских. Юных миссионеров встречает наместник Свято-Троицкого монастыря – архимандрит Василий Паскье. От него дети и взрослые узнают подробности о жизни главных святых в истории города. В благословение и на память о необыкновенном дне – помазание и икона трех святителей. Зинаида Паршагина, Людмила Каяхова, пресс-служба Чебоксарско-Чувашской епархии. Для телеканала «Союз».